приветствую друзья на канале сегодня речь пойдет как вы поняли из превью о паяльнике фирмы gvda модель gd 301 вот его технические характеристики максимальная мощность 72 ватта диапазон температур 300 400 градусов напряжение питания 9 до 24 вольт и моделька gd 301 почему именно этот паяльник я выбрал очень маленький размер и очень большая мощность на алиэкспресс на странице продавца можно выбрать самые разные варианты комплектации я выбрал самый бюджетный вариант и цена этого паяльника 20 долларов приходит вот такой вот коробочке давайте вскроем посмотрим выбрал я его именно потому что он недорогой и имеет неплохие характеристики здесь сам паяльник шнурочек это все дело шнур питания имеет с одной стороны вот такой вот разъем с другой стороны usb тип си и подключать его можно к зарядным устройствам с power delivery которые поддерживают повышение напряжения давайте достанем сам паяльник паяльник имеет очень компактный размер и очень малый вес форм-фактор ручки круглая и в руке лежит в принципе привычно но мне привычно я привык таким круглым паяльником очень удобно комплект поставки входит сам паяльник шнурочек и инструкция инструкция на разных языках но читать мы ее не будем здесь и без инструкции все просто и понятно на рукоятке всего две кнопки включения и переключения температуры 300 350 и 400 градусов то есть всего три у таких установленных температурой насколько удобно проверим позже и насколько сильно нагревается ручка также проверим позже вес паяльника составляет всего 39 грамм диаметр ручки в самом толстом месте 16 с половиной миллиметров полная длина паяльника от края ручки до кончика жала 185 миллиметров расстояние от точки где мы держим паяльник до кончика жала 60 миллиметров и это удобно если особенно дрожат руки проще попадать и контролировать паяльник жала выглядит вот таким вот образом диаметр жала пять с половиной миллиметров полная длина жала 100 миллиметров и часть которая уходит в рукоятку 45 миллиметров жало представляет собой картридж это собственно жало нагревательный элемент и датчик температуры все в одном корпусе и в случае замены меняется все в сборе также если нужна другая форма естественно нужно другое жало жало быстросъемные легко меняются вставили зажали и все можно работать данное жало имеет маркировку gd-k и этот топорик если нужно какое-то другое жало то уже все это есть продается у продавца можно выбрать разные варианты каждое жало имеет свою маркировку здесь нанесено анти сгораемое покрытие ну и краешек уже идет залуженный как обычно так давайте измерим его сопротивление сопротивление нагревательного элемента 6 ом имея сопротивление нагревателя 6 ом можно приблизительно рассчитать мощность при разных напряжениях примеру при напряжении 12 вольт мощность паяльника будет в районе 25 ватт при напряжении 20 вольт мощность уже будет 68 ватт и при напряжении 5 вольт мощность будет приблизительно четыре с половиной ватта от 5 вольт этот паяльник также работает сегодня для проверки я буду использовать лабораторный источник питания так чтобы можно было сразу увидеть потребляемую мощность менять напряжение и произвести замеры в разных режимах питания а так я планирую его питать в будущем от блока питания для ноутбука в режиме ожидания ток потребления всего 2 миллиампера питание подано зеленый огонек моргает это значит что паяльник в ждущем режиме и для того чтобы включить коротковременно нажимаем на эту вот кнопочку плюсик повышение температуры заморгала температура 300 градусов и вот паяльник уже в режиме нагрелся 350 350 и 400 градусов ток потребления при напряжении 12 вольт составляет 1 и 8 ампера для того чтобы выключить паяльник нажимаем удерживаем 3 секунды кнопку минус и он переходит в ждущий режим жало нагрев отключается и он остывает до комнатной температуры еще раз нагрев давайте выберем 300 градусов и вот он уже плавит олово очень быстро греется моментально нагревается данный паяльник имеет всего три режима температуры 400 350 и 300 градусов насколько удобно проверим немножко позже а сейчас предлагаю проверить точность установки температуры даю 300 градусов немножко олова и подношу термопару мерить будем термопарой но температура установилась и 301 303 градуса это отличный результат включаю режим 350 в режиме 350 температура 350 градусов плюс минус несколько градусов точность очень даже неплохая включаем режим 400 при установленной температуре 400 температура составила 402 градуса отличный результат сейчас предлагаю протестировать время нагрева данного паяльника напряжение начнем с 9 вольт и аж до 24 вольт при напряжении 24 вольта производитель заявляет время 6 секунд выход в режим когда паяльник нагреется будет сразу видно по падению употребляемой мощности запускаем тест 350 градусов шел нагрев вот 350 градусов и засекаем время олово еще не плавит еще в режим не вышел температура моргает когда перестанет моргать это означает что паяльник нагрелся и на температуре 350 градусов уже плавится припой но пока еще температура не 350 градусов так как ток не падает паяльник уже в режиме температура 350 градусов подымаем напряжение сейчас он остынет и делаем тест на напряжение 12 вольт напряжение 12 вольт запускаю нагрев пошел нагрев олово уже начала плавиться но тут уже заметно конечно быстрее все происходит быстрее греется все паяльник в режиме мощность падает и светодиод перестал моргать набрал 350 градусов за 28 секунд выключаем паяльник снова остыл температура жало комнатной температуры подымая напряжение до 20 вольт 20 вольт и даем нагрев та же температура 350 градусов пошел нагрев мощность 60 ватт и вот он уже в режиме все температуру он набрал очень быстро великолепные результаты опять выключаю он остывает и делаем тест на максимальном напряжении 24 вольта паяльник снова остыл комнатной температуры даю нагрев и засекаем время и обратите внимание на мощность так еще не включил вот подготовил олова раз два три 87 ватт ничего себе так ну и вот буквально сразу он уже нагрелся все температура 350 градусов очень быстро 5 секунд вот в режиме поддержания 350 градусов давайте еще раз повторим очень быстро чтоб не сказали что здесь что-то завышено выключаю еще раз повторяю тест раз два три пошел нагрев все олова плавится 82 ватта максимальная мощность паяльника в момент нагрева и естественно нагрев моментальный очень быстро греется это конечно отлично отлично теперь попытка запитать данный паяльник от напряжения 5 вольт мощность потребления составляет 4 ватта нагрев идет как видите от 5 вольт все работает олова плавится появится то есть если что-то допустим припаять не сильно теплоемкая какой-нибудь тонкий проводок это очень удобно мне как электромеханику удобно положить power bank в карман и паяльник взяв с собой где-то что-то припаять чем тянуть допустим какие-то переноски проще взять вот такой usb паяльник снова подключаю блок питания и подаю максимальное напряжение 24 вольта теперь проверим с разным типом олова вот это вот хорошая олова что-то типа каины ну 300 градусов естественно плавится легко немножко потолще тоже вроде как неплохое также плавится и есть вот такой вот у меня китайская но это какой-то туго плавкая но при 300 градусах вот 300 градусов она плавится плохо сейчас поднимаю 350 моментально все нагрелось и вот это олова уже прекрасно плавится ну в принципе удобно теперь практические тесты взял на такую плату от старого блока питания и попробуем что-нибудь здесь повыпаивать погреть ну допустим возьмем такой вот дроссель 300 градусов да вот 300 градусов не хватает так как без свинцовый припой ну давайте добавим температурки дадим 350 да даже 400 можно дать смотрим что у нас все 400 градусов без проблем все выпаивается так а ну конденсаторы как прогреваются припой я не разбавлял это заводской тугосплавки без свинцовый припой специально для эксперимента вот конденсатор у нас в руках по мощности видно как резко возрастает потребляемая мощность когда у такой прогрев сейчас потребление 25 ватт приблизительно полчаса паял паяльником на температуре 400 градусов и смотрим температуру рукоятки в зоне где мы держим приблизительно 41 градус вполне приемлемо при том что жало 400 градусов от 402 градуса и 41 градус вполне комфортная температура для того чтобы держать паяльник сопротивление между жалом и источником питания 1 мега ом это нужно учитывать и желательно источник питания заземлить подожала будет заземлено какие итоги можно сделать отличный паяльник мне он понравился раньше я не пользовался вот такими вот паяльниками с такими вот жало это так сказать первый опыт вот и он не понравился цена очень небольшая вполне доступный паяльник удобной мобильностью что его можно взять с собой запитать даже повар банка то или найти питание 12 вольт также не проблема организовать даже питать можно от нескольких литий-ионовых аккумуляторов при желании то есть отличная модель рекомендую покупки ссылочка на продавца будет под видео в описании заходите заказывайте кому интересно рекомендую всем кто смотрел это видео спасибо за просмотр пишите комментарии подписывайтесь на канал и до встречи новых видео